Наталья Васильевна, здравствуйте. Добрый день, Сергей Васильевич. Спасибо большое, что брали время, что пришли сегодня к нам в студию. Вся эта неделя, можно сказать, прошла по знакам образования. И главное событие, конечно, это последний школьный звонок, который прошел у нас вчера. Сколько выпускников в Анапе, в Анапском районе в этом году? В муниципальном образовании город-курорт Анапа у нас в этом году выпускников 11 классов 762 учащихся и выпускников 9 классов 2112 учащихся. Мы подготовили небольшой материал о вчерашнем мероприятии. Предлагаю посмотреть сюжет, после чего мы вернемся в студию и продолжим разговор. Для Светланы Яковлевой, классного руководителя 11 класса, сегодня особый праздник. Это ее уже пятый юбилейный выпуск. Как говорит сама, приложила все усилия, чтобы ребята были готовы ко взрослой жизни. И очень надеется, что воспитанники не подведут. У меня класс небольшой, всего 11 выпускников. Дети очень хорошие, дружные, активные, учатся в меру своих способностей. У всех есть и определены уже цели в жизни. Расставлены четко приоритеты, они идут к намеченным целям. Я прежде всего им желаю, конечно, сейчас самое главное, это сдать успешный единый государственный экзамен. Впрочем, сегодня о ЕГЭ выпускники не думают. Праздничное настроение, парадная форма, цветы и поздравления. Но у многих на глазах слезы, ведь это их последние дни в любимой школе. И совсем скоро пути одноклассников разойдутся. Всех ждет новая взрослая жизнь. Наталья Васильевна, кто они сегодняшние выпускники? Что показывает аналитики, какие профессии выбирают будущие студенты, к чему они стремятся? Ну, вы знаете, сегодняшние выпускники, в отличие от прошлых лет, выбирают профессии, которые связаны именно с технического профиля. То есть инженеры. Да, много выпускников выбирают профессии медицинских работников, то есть врачи. Также с радостью уже наши выпускники идут в педагогические вузы и профессии вот именно инженера. Также аграрный университет многие выбрали, то есть сельхоз профессии у нас тоже на сегодняшний день очень востребованы, особенно в нашем крае. То есть можно говорить о некой тенденции, переломе, да, потому что, насколько я помню, раньше выбирали профессии экономиста, юриста, вот эти голубые воротнички. Сейчас уходит все в ремесло, то есть это сейчас более востребовано получается? Да, более востребовано. По-видимому, может и профориентационная работа, которая проводится в образовательных учреждениях в течение многих лет обучения детей. Также родители и многие выпускники понимают, что это те профессии, которые им действительно будут приносить не только материальное благосостояние, но и, наверное, видеть плоды своего труда. Впереди у нас еще ЕГЭ. Какие предметы выбирают школьники? ЕГЭ у нас в этом году будут сдавать плюс к нашим выпускникам 11 класса, еще 112 выпускников прошлых лет. Предметы, которые выбирают наши учащиеся, обязательные два предмета – это русский язык и математика, это профильный базовый уровень. Также выбираются многими выпускниками предмет обществоведения, география, информатика. То есть идет тенденция на то, что вот именно предметы выбираются уже с учетом будущей профессии, которую выбирает себе выпускник. Наталья Васильевна, совсем скоро у нас 24 июня губернаторский бал. Кто будет представлять на нем Анапу? Значит, на губернаторский бал у нас едут 40 учащихся. Это те девочки и мальчики, которые отличились во время учебы. Они принимали активное участие, как в олимпиадах, в конкурсах, занимали призовые места. И, естественно, что в процессе обучения они показали очень хорошие результаты. Как у нас пройдет, ожидаемый многими вечер выпускников Алые паруса? Ну, вечер выпускников Алые паруса у нас состоится на театральной площади 26 июня. Он пройдет на высоком организационном уровне. Я думаю, что все выпускники будут довольны этим праздником. Мы сделаем все для того, чтобы нашим выпускникам было на нем весело и запомнился этот праздник на долгие годы. Наталья Васильевна, а сколько сейчас средним учеников в выпускных классах? Я к чему это спрашиваю? Не скажу, что школы сегодня перегружены. Как решать эту проблему? Есть ли вообще решение? Эта проблема не только у нас, но и по всему краю. Но я хочу сказать, количество от 30 и выше в классах. Поэтому наша задача на сегодняшний день увеличить количество общеобразовательных учреждений именно в Анапе. Что для этого делается? В этом году мы начинаем строительство школы начальной на 400 мест в 6-й общеобразовательной школе. Также у нас подготовлены документации на строительство школы на 380 мест на Ленина, на 191. И прошедшие государственную экспертизу надеемся войти в программу следующего года. Комплектование детских садов. Проблема та же самая. Что здесь делается? Какие перспективы? С 1 июня по 1 сентября. Начало комплектования детских садов. Проблемы те же. Нам необходимо тоже строительство детских садов. И для этого у нас уже началось строительство детского сада номер 2 на улице Крымской. Этот сад у нас был закрыт в 2015 году. Сад был на 60 мест. Сейчас мы увеличили. И сад мы строим на 80 мест. Многие не верили о строительстве этого детского сада. Но благодаря поддержке нашего руководства мы в этом году уже начали строительство. Значит, этот сад строится только за муниципальные деньги. Следующий объект, который мы планируем завершить в этом году и получить к концу года лицензию на образовательную деятельность, это инвестиционный проект, который уже построен. Проводятся отделочные работы в групповых ячейках. И готовится площадка вокруг этого сада. Это улица Лазурная. Этот объект у нас уже готов. 160 мест. Еще у нас есть проект, прошедший госэкспертизу. Мы сделали этот проект. Это хутор Воскресенский. Там мы тоже планируем войти в программу. Вопрос с Министерством образования и науки решился на 2019 год. Мы планируем войти в программу софинансирования и начать строительство еще этого объекта. Ну, планы очень хорошие. Дай Бог, чтобы они сбылись, реализовались на практике. А какие альтернативные формы сегодня у нас развиваются? Альтернатива детским садам в нашем муниципальном? Ну, у нас развиваются альтернативные формы. Это группа семейного воспитания, группы кратковременного пребывания и частные детские сады. Мы хотели бы, чтобы к нам обращались больше семей многодетных, которые имеют высшее образование, которые имеют желание открыть такие группы. Со своей стороны мы поддержим любое начинание. А какая это поддержка будет? Это поддержка будет и финансовая, и методическая. То есть нам главная задача, чтобы эти семьи многодетные, вот мама, решившая открыть группу семейного воспитания, она имела педагогическое образование. И тогда с нашей стороны мы уже всю методическую литературу, есть специалисты, которые будут индивидуально отрабатывать, подсказывать. Мы прикрепляем к детскому саду, эти группы открываем. Я, папа, многодетные семьи, кому не прийти, сказать, что я вот хочу. Значит, у нас все есть на сайте, на сайте Управления образования. Вы можете выйти на сайт Управления, посмотреть основную информацию. Если нужно уточнить какие-либо вопросы, пожалуйста, приходите на Пушкина 28 в отдел дошкольного образования. Если есть необходимость, ко мне на прием. Я всегда пряму подскажу. Наталья Васильевна, ну и, конечно, все дети сегодня с замиранием сердца ждут начала школьных каникул летних. Как в этом году будет организована летняя занятость? Что приготовили? Как и каждый год, летняя занятость детей, с этим мы работаем межведомственно. Это не только Управление образования. Нами проделана очень большая работа. Но я хочу сказать, что мы комплексно подходим к этому вопросу. И для того, чтобы стопроцентно занять ребят, которые летом будут отдыхать, значит, нами подготовлено по 28 общеобразовательным учреждениям. Это лагеря дневного пребывания, куда будут ребята приходить. Основной акцент сделан на то, чтобы стопроцентно занятость была ребятами, состоящими на всех видах учета. Это внутришкольный учет, это КДН, ОПДН для того, чтобы организовать их досуг. Также Управление физкультуры и спорта с нами работают вместе. Мы разрабатываем общие мероприятия. Также купание детей будет организовано на пляжах. Мы каждый год это делаем и в этом году тоже. Наталья Васильевна, спасибо большое за этот разговор. Я очень хочу, желаю вам, чтобы все ваши планы сбылись, потому что от этого будет лучше всем. Спасибо. Спасибо большое.